Подводя итоги за третий квартал, участники обсуждения отметили положительные тенденции по сравнению с этим же отрезком прошлого года. Количество разных нарушений в сфере предпринимательства резко снизилось. Это связано в первую очередь с рабочим проектом по внедрению системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований. Но цифры по-прежнему большие. По итогам проверок управлением всего за третий квартал выявлено более 1500 правонарушений, в том числе при плановых проверках 209, при внеплановых 803 правонарушения. По результатам проверок выдано 159 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований. Из них проверено нами уже 57 предписаний. Больше всего жители города жалуются на магазины и кафе, которые расположены в жилых домах. Причина – различные шумы, инженерные работы и вентиляция. Наиболее остро на собрании встал вопрос о качестве питания дошкольников и школьников. Большая часть детей и подростков не получают нужного количества пищи в учреждениях. Поэтому за последнее время в республике увеличился рост заболеваний органов пищеварения. Рационы питания дошкольников и школьников должны включать все основные группы продуктов, а именно мясо и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты, молоко и молочные продукты, яйца, овощи и фрукты, хлебо-хлебогулочные изделия, макароны, бобовые, сахар-кондитерские изделия. Только в этом случае можно обеспечить детей всеми необходимыми пищевыми веществами. И наоборот, исключение из рациона тех или иных продуктов, которые находят при выпечном потреблении каких-либо из них, неизбежно приводит к нарушениям состояния здоровья детей. С 2019 года отменяется мораторий на проведение проверок малого и среднего предпринимательства. Руководство управления и сотрудникам пожелали не ухудшать статистику в будущем году. Проверки будут проводиться вовремя, согласно всем нормам закона. Константин Курбатов, Игорь Гангаев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова